Добрый день, в эфире новости Центрально-Азиатского региона в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. Афганские талибы случайно помогли вскрыть махинации таджикского правительства с электроэнергией. В Узбекистане родители покупают металлолом, чтобы спасти детей от унижений в школе. В Кыргызстане милиционеры пытали подозреваемого плоскогубцами, чтобы он признался в краже индюка. В России появятся таджикские имамы, которые будут приглядывать за мигрантами в мечетях. Новая атака талибов, при которой на севере Афганистана уничтожена линия электропередач Санктуда-Пули-Хумри, привела к неожиданному и неприятному результату для официального Душанбе. Уничтожена линия, по которой из Таджикистана в Афганистан поставляется электроэнергия. Это при том, что само население республики испытывает постоянную нужду в энергии и получает ее всего по несколько часов в день. Правительство не раз утверждало, что одно с другим никак не связано. Но уничтожение ЛЭП заставило власти срочно отменить лимиты для населения. И вот уже сутки таджикистанцы живут при свете. 9 февраля вечером в провинции Баглан талибы подорвали линию электропередач, посредством которой Душанбе поставляет энергию Кабулу. Представители афганской энергокомпании пообещали в кратчайшие сроки восстановить опору, но только после того, как власти зачистят территорию от боевиков. Однако несчастье рядовых афганцев, остающихся без света зимой вот уже третьи сутки, обернулось счастьем для простых таджикистанцев. Национальная энергокомпания Таджикистана была вынуждена срочно перебросить поток энергии с афганского направления на внутреннее, так как остановить выработку на ГЭС одномоментно невозможно. И впервые этой зимой у таджикистанцев свет горит круглосуточно, хотя ранее энергию они получали всего на 2 или 4 часа в сутки. Ранее власти Таджикистана заявляли, что импорт энергии соседям, Афганистану и Кыргызстану, но никак не связан с вводимыми лимитами, мол, это разные проблемы. Чтобы решить проблему внутреннего дефицита, Душанбэй начал возведение рагунской ГЭС. Но не найдя денег на внешнем рынке, так как Узбекистан резко против этого строительства, Таджикистан собрал средства с внутренних потребителей, опять же заявляя, что это исключительно в их интересах. Однако и эти средства куда-то пропали, а лампочки в домах таджиков по-прежнему горят всего несколько часов в сутки. Хотя на время выборов, как это было в марте прошлого года, свет, конечно, подавался круглосуточно. Подрыв ЛЭП в Баглане однозначно продемонстрировал, что власти предпочитают продавать электричество за рубеж по завышенной цене, чем поставлять его своему населению по ценам существенно ниже импортных. И теперь правительству сложно утверждать, что эти проблемы, мол, ну никак не связаны. Однако впереди строительство еще более мощного экспортного проекта ЦАСА-1000, по которому таджикская энергия будет уходить еще дальше, уже до Пакистана. Останутся ли при этом внутренние потребители вовсе без света, размышляет экономический обозреватель из Таджикистана Зульфикор Исмаилио. Вот сейчас производится где-то 60, по-моему, миллионов киловатт энергии из Таджикистана. Этого полностью достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности вообще Таджикистана зимой, летом и все время. Вот дело в том, что у нас вообще-то хотят как-то, ну в общем, завоевать рынок, который мы поставляем энергии Афганистан, а потом дальше, вот как мне сказали, когда вот строят ЦАСА-1000, потом энергия пойдет в Пакистан, может быть, в Индии. Но для этого нам нужно еще построить здесь гидроэлектростанция Дашкидру, который он мощнее, Рагуна. Вот. Ну, сначала надо будет загрузки здесь, а потом вот это все будет как бы доступно для Таджикистана. Ну, сейчас зимой, конечно, и летом у нас избытка электроэнергии. Придут Афганистану, ну и сейчас тоже продают, потому что у нас есть договоренность, и не хотят терять рынок, поэтому зимой у нас такой как бы режим, который предоставляет энергии, допустим, не городам, а сельским местности, где-то в районе 10 часов или 11, вот так. Между тем, данный подрыв ЛЭП в Баглане уже не первый. Ранее в этом районе талибами была подорвана опора, ведущая из Узбекистана в Кабул. Из-за этого инцидента афганская столица уже несколько дней обесточена на 70%. Власти афганской провинции заявили, что с начала антитеррористической операции на ее территории убиты свыше 130 боевиков движения «Талибан». Потери правительственных сил, по официальным данным, достигли двух человек убитыми и шести ранеными. Затруднение в деле дальнейшего продвижения представляет значительная площадь районов, заминированных боевиками. Сейчас операция в Баглане на время приостановлена по причине сильного снегопада. И это дает передышку не только талибам, но и простым таджикистанцам, для которых, очевидно, чем дольше будет неисправна линия в Афганистан, тем больше будет света в их доме. В Кыргызстане разгорается скандал с милицией, которую обвинили в пытке подозреваемого в краже индюка. Родственники, попавшего в больницу парня, утверждают, что и сыкульские милиционеры пытали его плоскогубцами, чтобы выбить признательные показания. Родня парня утверждает, что накануне Нового года в дом к подозреваемому ворвались двое молодых людей, которые силой забрали его. Соседи в одном из них опознали местного участкового. Увезя парня, утверждают родственники милиционеры, избивали его, сжимали пальцы рук плоскогубцами. При этом еще и вынудили написать объяснительную, в которой заставили дать показания против его друга. Затем оперативники привезли парня домой и потребовали никому не рассказывать о случившемся. Парень почувствовал свою вину перед другом, на которого написал заявление, и 31 декабря, канун Нового года, попытался повеситься. А в это время антикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана по той же Сыкульской области выявила еще один факт превышения должностных полномочий милиционерами, но, правда, уже по другому делу. Мы рассказывали частично об этом деле. Тогда мужчина был пойман за убийство барса, краснокнижного животного. Сейчас же выяснилось, что поймавшие его милиционеры потребовали от его семьи выкуп за него. А когда семья не смогла собрать сумму, а не поселяни, то силовики взяли откуп мясом яка. В январе трое сотрудников, выходя за пределы своих полномочий, под угрозой ареста и привлечения к уголовной ответственности, вымогали у мужчины 50 тысяч суммов. Однако в связи с отсутствием у подозреваемого денежных средств вынудили его заколоть яка. При этом его жена попала в больницу с переохлаждением, так как ее заставили срочно промывать внутренности заколотого животного прямо на морозе. Примечательно, что сотрудники милиции, проходящие по данному делу, сейчас тоже находятся на лечении в больнице. Правда, с какими заболеваниями они там находятся, неизвестно. А далее коротко о других событиях Центрально-Азиатского региона. Россельхознадзор разрешил поставки сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана, включая молочную продукцию, прошедшую термическую обработку, готовую мясную продукцию и рыбную. Таким образом, кыргызские сельхозпроизводители получили широкий доступ на российский рынок. Эффект от импортозамещения в экономике Узбекистана за прошлый год превысил полтора миллиарда долларов, следует из данных Минэконом-Республики. В различных секторах экономики Узбекистана организовано производство более 820 новых видов продукции. Среднемесячная зарплата в Кыргызстане, по данным Статкома, составила чуть менее 180 долларов США. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 9%. Узбекистан в прошлом году освоил инвестиции на сумму свыше 14,5 миллиардов долларов, что почти на 10% больше по сравнению с позапрошлогодними показателями. Счетная палата Таджикистана в ходе аудита в прошлом году выявила растрату, нецелевое использование, хищение и приписки бюджетных средств на сумму примерно в 160 миллионов самани. Это более 20,5 миллионов долларов. Самый выдающийся факт – покупка МЧС в одной из областей двух машин марки Нива по 120 тысяч долларов за каждую. По результатам аудита возбуждено 59 уголовных дел. На востоке Афганистана погибли брат с сестрой, которым было всего 5 и 7 лет. Они нашли неразорвавшуюся боеголовку и начали играть с ней. Сдетонировавший снаряд смертельно ранил обоих. Это далеко уже не первый случай гибели детей, которые находят неразорвавшиеся снаряды. В Казахстане суд приговорил дочь к 4 годам тюрьмы за убийство своей матери. При том, что мать была тяжелобольной раком и упросила собственную дочь отравить ее, чтобы избавиться от боли. В Казахстане конократ увел в разводчика лошадей коня английской породы, который стоил более 5,5 тысяч долларов. Не найдя лучшего применения чемпионскому скакону, вор забил его и пустил на мясо. Таким образом он приготовил национальное блюдо – козы. Пожалуй, одно из самых дорогих в истории Казахстана. В прошлом году в Казахстане было заключено почти 150 тысяч браков. На них пришлось более 50 тысяч разводов. Интересно, что самым популярным для заключения браков и разводов месяцем стал июль. Наряду с этим июль также лидирует по количеству родившихся детей. В Джизакской области Узбекистана школьников заставили сдавать металлолом. Вроде бы неплохая педагогическая идея в стиле советского прошлого, однако она обернулась ужасом для родителей. В случае, если ребенок не собрал определенную массу лома, то его начинают унижать учителя, которых, в свою очередь, унижают директора, которых, опять же, в свою очередь, унижают районные отделы образования. А уже их заставляет это делать глава района. Администрация районов поручила школам, исходя из количества учеников, собрать от 10 до 20 тонн металлолома. То есть, на каждого ученика, в зависимости от класса, приходится от 10 до 30 килограмм металла, сообщает Азадлик. Родители сообщают, что металла на улицах уже давно нет, поэтому им приходится покупать лом в пунктах его сбора, затем сдавать его в школу, чтобы она уже вновь сдала его в тот же пункт сбора, ну, либо ходить по соседям и выпрашивать ненужные старые ведра, батареи или кастрюли. При этом учителям неофициально поручили еще и браковать по несколько килограммов приносимого детьми железа, чтобы можно было потом отчитаться о перевыполнении плана. Сами учителя на условиях анонимности утверждают, что уже давно устали от этой работы, а на совещаниях руководство спрашивает больше не об успеваемости детей, а о сборе металлолома. В Узбекистане уже не первый год наблюдается, как всех учащихся школ, колледжей и студентов заставляет собирать то металлолом, то макулатуру, то пластиковые баклажки или вовсе подписываться на правительственные издания. В Москве прошла встреча главы Духовного управления мусульман России Равиля Гайнуддина с послом Таджикистана Имамуддином Саторовым. Российская сторона попросила муфтия Таджикистана предоставить признанных таджикских имамов с тем, чтобы они, прибыв в любой город России, оказывали бы помощь местным имамам в воспитании и нравоучении таджикских мигрантов. Кроме того, муфтия озвучил предложение открыть в Москве представительство Таджикского исламского центра для взаимодействия и совместной работы с прихожанами, которые прибыли из Таджикистана. Таджикский муфтий Саид Мукарам Абдукадир Зада в интервью Азади связал это с необходимостью охранения мигрантов от попадания в ловушку различных религиозных террористических и экстремистских групп. Саид Мукарам Абдукадир Зада сказал, что с удовольствием принял предложение российского муфтия, которое может сыграть неплохую роль в воспитании молодых таджиков, работающих в России. Многие из молодых мигрантов, которые по воле судьбы оказались на чужбине, не имеют должного религиозного образования и поэтому легко попадают в сети, расставленные религиозными экстремистскими группами, заявил он. Примечательно, что уже несколько лет назад муфтият России просил посольства Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана направить имамов, имеющих высшее религиозное образование, для ведения разъяснительной работы с национальными диаспорами на их родных языках. Однако наладить тогда подобную работу удалось только с представителями Кыргызстана. Удивительная новость. Почему? Потому что всегда разговор шел о том, чтобы наши татарские имамы, татарские именно имамы, не татыгские имамы, проводили такую работу с мигрантами и тем самым интегрировали их в наше российское мусульманское сообщество и даже вообще в российское общество в целом, понимаете? Разговор всегда шел об этом. И то, что будут приглашаться имамы из Таджикистана с этой целью, я полагаю, что это в какой-то мере может быть не так эффективно, если бы это делали сами татары, бардеры или представители даже, скажем так, других мусульманских этносов, российских, которые здесь проживают достаточно длительное время, либо даже являются коренными народами, что называется, вот как в Москве проживающие татары, это было бы более эффективно, на мой взгляд. С вами была новостная служба Центрально-Азиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин